Привет! Сегодня я покажу тебе три очень классных упражнения со своего онлайн курса, которые развивают точность удара, реакцию, маневренность, подвижность, в общем, все, что нужно для бойца. А делать мы будем эти упражнения с таким простым и общедоступным тренажером, как теннисный мячик. Также хочу тебе сказать, что после тяжелых тренировок нужно хорошо и правильно восстанавливаться. И для этого как нельзя лучше подходит спортивное питание, такое как ПЦАшки, протеин и гейнер. А где приобрести качественное спортивное питание по доступным целым, я тебе сейчас быстренько расскажу. BodybuildingRussia.com – крупнейший в России магазин спортивного питания. Здесь представлен огромный выбор производителей от американских до европейских и российских. Также хочу обратить твое особое внимание на оригинальность и качество продукции, так как BodybuildingRussia.com сотрудничает только с оригинальными производителями. Все товары разбиты на удобные категории, в которой ты сразу можешь выбрать то, что тебе нужно и определиться с товаром. Очень удобный способ оплаты – наличными деньгами, банковской картой, электронными деньгами, а также ты можешь выбрать свой вариант. Также хорошая служба доставки не только по России, но и международная доставка с помощью ЕМС Почты России. Кроме этого, очень классная система скидок, в которой ты можешь хорошо сэкономить. Ну и, конечно, BodybuildingRussia имеет свой магазин, который находится в Москве. BodybuildingRussia.com. Ссылка в описании под видео. Итак, работаем с мячиком. Сегодня такое у тебя будет довольно привычное, скажем так, упражнение. Будем бросать об стенку одной рукой, ловить другой. Но при этом добавляем очень такой сложный элемент – это движение вперед-назад. Сразу работа становится намного сложнее, потому что нужно уже рассчитывать и силу, и, так скажем, дистанцию к мячику. То есть ты начинаешь на короткой дистанции, правой ловишь, правой кидаешь, левой ловишь, короче, поочередно. И при этом я начинаю отходить назад. Отошел, начинаю подходить назад. Под каждый бросок я делаю шаг. То есть я бросил и сразу, как бы двигаясь, начинаю идти вперед-назад. Вот этот момент ты будешь отрабатывать. На короткой дистанции работа вообще идет резкая, да? Чем дальше отходишь, тем начинает более такая затяжная. Но при этом надо увеличивать силу броска, чтобы мячик успевал к тебе долетать. Вот такой принцип. Вперед-назад, бросая мячик, одной рукой словить другой. Работает. Итак, сегодня работаем с файтболом. Задача какая? Добавляем, работая постоянно двумя руками сразу, добавляем перемещение вперед-назад, по кругу, вправо-влево. То есть полностью произвольная работа. Если все хорошо получается, к этому всему еще добавляешь, естественно, силу удара. То есть все, работаешь себе. Сначала постарайся на месте просто, да, немножко прочувствовать. Никогда сразу не начинай гнать. То есть все, прочувствовал мячик. Есть, попал, попадаешь, попадаешь. Все нормально, прочувствовал. Пошел чуть-чуть перемещение. Вперед-назад. Постепенно, постепенно начинаешь. Ушел вправо, смещаешься в сторону. Режем угол, да, влево. Режем угол вправо. И спокойно, легонько я себе набрасываю. Оф, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Пошел в атаку. Пошел в защиту, с отходом работаю. Бам, добавил прям вот. Бам, бам, бам. Хорошо, отлично получается все. И перемещение, и все попадаешь. Можешь добавлять потом разные удары. Например, не только прямые, да, работают. А чуть-чуть, оп, апперкотик. Раз, апперкотик. То есть кулачок сам довернул. Оп, боковой добавил. Все это легонько. Оп, туда, на силу. Легонько, легонько. Сильно не бить. А стараться просто для себя, скажем так. Раз, обозначил апперкотик. Оп, второй обозначил. Раз, боковой добавил. Мячик после таких ударов, так, непонятно, летает, скажем так. Даже одной рукой. Бам, апперкот. И сразу той же рукой боковой. Аперкот сразу прямой. Аперкот прямой. Бэм. Ушел. И вокруг, вокруг себя. Все это работает. Потом такой интересный еще есть момент. Хай-левел, да, назовем его так. Работа. Лотник сюда. Бам, 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 добавил. Бам, добавил локоть. Бам, добавил. Чтобы бить локтями, надо, чтобы мячик хорошо работать в хорошей силе. Да. Ух, бам. И сюда потихоньку, потихоньку, потихоньку тыкаем локоть. Бах. Бах. Вот такое интересное упражнение. Его можно разнообразить. Твоя задача сейчас уже работать в произвольном режиме. Работа. Снаряд знакомый, но делать будешь абсолютно его по-новому. И для себя, возможно, откроешь интересные моменты. Значит, тебе понадобится теннисный мячик и веревка или резинка. Для начала лучше веревка. Простая, любая веревочка. Привязываешь по центру комнаты. У всех есть люстры. Привязываешь веревочку к люстре. И мячик с самой веревки. Высота мячика на уровне твоего носа. Мячик должен быть. То есть, с люстрой ничего страшного не будет. Вес мячика вообще не существенный. Поэтому никуда ничего не оторвет, не упадет. Что будем делать? Это такой классный домашний тренажерчик. Именно для отработки защитных действий. В такой боевой манере, скажем так. Уклоны, нырочки, оттяжки. Корпусом. В основном на работу корпусом. Да, все это можно делать. Значит, задача. Расшатал. Оп. И пошел уклончик. Уклоны можно делать сюда, сюда. Работать вокруг мячика. Поначалу просто его толкай, лимонька. Расшатывай сам. И сюда работаешь корпус. Оп. Ушел сюда. Задача. Стараться все делать в последний момент. То есть, не старайся подойти, сесть, да. Сидишь. О, меня не трогает. Профессионал. Нет. Задача стоять ровно. И имитировать, как бы, работу в бою. То есть, вот летят удары. Непонятно. Когда подцепишь резинку. Траектория полета резинки вообще непонятная. То есть, он летает, как хочет. Куда хочет. С какой стороны хочет. Когда ты начинаешь еще добавлять удары. Да, он вообще уходит. То есть, очень, очень классное такое упражнение. Именно для боевой такой отработки защиты. Тут, понятно, не будет такой четкой работы вперед-назад. Да, вправо-влево. Потому что траектория мяча абсолютно непредсказуемая. И при этом можно еще работать на точность удара. Оп. Ты ушел, вышел. И чуть-чуть попал ручкой. Тут не надо бить сильно. Чтоб мячик не влетел в люстру. А просто работаешь. Чтоб его разогнать, расшатать. И нырочки можно подделать. Клуб со стороны идет. Делаешь нырочки. Ушел корпусом. И в таком режиме спокойненько работаешь. Набраснуешься с мячиком. Работай. Надеюсь, тебе понравились эти упражнения. И ты обязательно будешь их использовать в своих тренировках. Как дома, так и в зале. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Делись видео с друзьями. И напиши в комментариях, что ты думаешь об этих упражнениях. Удачи в тренировках.